Всем привет, друзья, с вами Фауст, и мы продолжаем проходить в Диабло 3. Находимся мы там, где остановились в прошлый раз. Вот труп Диабло. Это жалко ли я ее не спасти, я так понимаю. Жалко ли я ее? Ладно. Сейчас мы подойдем к Ауриэль, и она нас отправит в Пятый город. Победа за нами. Диабло пал, и все зло исчезло вместе с ним. Не будь так уверен, зло не так легко уничтожить. Время покажет. Ну, ясно сейчас будет ролик в дополнение. Он эпичный. Именно человек. А, нет, это еще ролик. Смотрит разрушение два мира. Ну, четвертого точно. И навеки низверг великое зло. КОНЕЦ Для ангелов и людей забрежжил новый рассвет. Ибо герой человечества, Нифалем, выступил против тьмы, противостоять которой мы были не в силах. Братья мои, Я снова займу место среди вас. Но теперь, как смертный. Сегодня, когда справедливость восторжествовала, я стану мудростью. Голосом тех, кто рисковал всем ради нашего спасения. И в лучах этого нового дня Ангелы и люди будут идти плечом к плечу. Отныне и впредь. Диабло был повержен. Казалось, наконец, наступит мир. Но этому не бывать. Ибо сущность Диабло заточена в черном камне души. Я не могу уничтожить камень. Но и не позволю злу остаться на небесах. Нужно скрыть камень. Даже от ангелов. Надеюсь, этого будет достаточно. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. И теперь вам надо бежать. Балтаэль. Прочь! Прочь! Найди Нефалема! Балтаэль. Брат. Зачем? Нефалем остановит тебя. Никто не остановит смерть. Крики ужаса зовут меня в Вестмарш. Где ангелы убивают беспомощных людей на улицах города. Кто и зачем прислал этих жнецов? Я найду ответ. Но сначала я положу конец этой бойне. И научу их бояться крестоносцев. Так вот все. Роль не скончился. Он был достаточно импичный. И да, мы будем драться против ангелов. Упс. Неохранно. Мне не хватает гнева. По-моему тут немножко изменен ракурс. Мне очень привычный брать. Черный камень души у Малтаэля. Следуй за мной. В том городе гибнут люди, парень. Я их не брошу. Но тебе надо встретиться с Тераэлем и решить, что делать дальше. Мы обязаны найти Малтаэля. Скажи Тераэлю, чтобы ждал меня в Вестмарше. Ступай. Я передам ему. Клянусь. Вот этот вот Харадрим, который убежал. Которого Тераэль послал за нами. Я думаю, это и так очевидно, на самом деле. Мы можем про них прочитать? Не, наверное, мы не можем, потому что это призрак личный. Здесь как бы ангелы называются женицами. Вот эти злые ангелы. У них крылья не золотые, а такие как туманные, синие. Ну, я бы сказал, пепельные, наверное. Молчьи и врата. Я точно не помню, сколько времени нужно доходить до Вестмарша. Да, они превращаются во врагов. Я с ужасом наблюдал за стражником, которого поразило заклинание Дев. Неупокоенный солдат. Он был от боли, пока его тело полностью не обратилось в прах. Проклятие ворота! А, ну, блин. Это призрачный солдат. Это уже немножко другое. Мне нужно больше для вас. Они подняли из мертвых, павших городских защитников и собрали из них армию жнецов. Когда-то эти солдаты защищали нас, теперь же стали палачами, вырезающими все живое на своем пути. Хотя эти жнецы вооружены опасными мечами, но их щиты, усеянные бритвенно-острыми шипами, представляют еще большую угрозу. Всего один удар такого щита способен полностью выпотрошить жертву. Он был создан не для защиты. Его цель кромсать, калечить и убивать. Я с ужасом наблюдал за стражником, которого поразило заклинание Девы. Он вынул в воле, пока его тело полностью не обратилось в прах, оставив после себя скелет, закованный в латы. Нижняя челюсть повисла в воздухе, а затем кости воина окутала синяя дымка, принявшая форму нового тела. Когда я прикончил несчастного, призрачное тело лопнуло, а на его месте осталось лишь груда доспехов. Ясненько. Ну да, как-то ворота, они защищены. Я должна войти в город и положить конец этим убийствам. Я туда не могу зайти. Они защищены энергией падших ангелов. Ясное дело, они будут возрождаться. Конечно же. Ладно, это мы сейчас пройдем. Жалко, что у нас нету сразу же компаньона. Он бы немножко помогал. Не сильно, но немножко. Это называется задержки. Да. Это проблема с пингом, это не очень хорошо. Суть у меня стоит. Нам нужно туда попасть. Я, ясное дело, буду проходить все, что есть. Странно, что этот не стоит. Там, пусть лежит. Там, пусть лежит. А, заблочил меня. Ладно. Ладно. Тут у нас канал. А, если я пойду с другой стороны. То, что можно было с другой стороны пойти. Я проходил пятый акт настолько давно, что я даже забыл о том, что тут есть вот такая вот вещь. Магии больше нет на братах. Но они все еще не открываются. Маги. Ну да, тут тупик. Ну, хоть немножко опыта здесь получу. Ну да, тут тупик. Кстати, я тогда проходил первый раз за сорку. Мне приходилось и после пятого акта еще некоторое время качаться в приключении, чтобы стать максимальным уровнем. А тут у меня уже меньше трех уровней осталось набрать, чтобы быть максимальным. Прикольно. Я играл, по-моему, все-таки на эксперте, а не на мастере. Ну, плюс я еще играл немножко на истязании. Там же опыта больше дается. И здесь должны лучше вещи падать. Правда, синие спаги вряд ли лучше моих. По крайней мере оружие здесь должно найти получше. Старый спаг из марши. Но это еще не весь марш. Тут я вижу, торговцы, может, будет какой-нибудь. Стой! Не выходи на улицу! Я не выхожу на улицу. Я сюда зашел. Ну, либо это что-то квестовое, либо это то, что я люблю всякие... Что-то есть. Ну, это для колтуна. Я бы доспех взял. Там круче моего. По крайней мере по уровню. Для меня тут нет ничего интересного. Это конец света! Столько людей погибло! Повсюду свирепствуют жнецы! Есть выжившие. Генерал Торион защищал группу горожан, искавших спасение в старом Закарумском соборе. Но, скорее всего, сейчас они уже мертвы. Погоди! Погоди! Ты же тот самый крестоносец! Что спас бастион? Ты и нас спасешь! Правда? Да! Даю слово! Ну, весь марш мы уже пришли. Так. Улица весь марша. Я не помню сколько... А, ну тут совсем немножко осталось. Произведу из марша. Я думаю, нужно будет идти дольше. Эх, ладно. Не останавливайтесь! Кажется, мы от нее оторвались! О! Нет, нет, нет! Он течет! Кровь демонов! Должны умереть! Ну, блин. Кровь демонов? Но эти люди были ни в чем не повинны. Шалка, что я не смогу спасти. Я бы спас. Ну, еще объяснят, почему в людях течет кровь демонов. Всякие призраки, они упокоенные. Мне нужно больше гнева. Сейчас я в безумную льту прыгну. Все, прожал. День коснулась меня, и я ощутил, как она затримает. Вот эти, да. А затем я полностью погрузился во мрак. В кромешной мгле вдруг забрежил бледный лучик света, который начал вытягивать из меня жизненную силу. Меня охватило ощущение легкости. Но я собрал остатки воли и дал отпор чудовищу. Мои глаза вновь стали различать яркие краски. И я увидел тень, парящую передо мной. В этот миг я пронзил ее своим копьем. Кстати, вот сам Алтаэль очень похож на смерть. Ну или, например, тем, что высасывает, он высасывал душу, стирая и начал высасывать. Он был похож на Дементре. Если кто смотрел или читал Гарри Поттера. Молтаэль наделил неупокоенных лучников способностью чуять живую плоть. Им не нужно видеть своих жертв. От их всепроникающего взора не спасает никакие преграды. Лучники обнаруживают живых сквозь камень, дерево и даже сквозь землю. И когда жертва попадает в прицел, они уже не промахиваются. Ну, для меня это не страшно. Мы уже в соборе все еще есть враги. Ну, как, мы уже в городе находимся. По-моему. А, нет, этот гор, собор. Точнее, мы еще не... Не в самом городе. Ворота закрыта. В Закаромске, кстати, в Закаромске собор, это как раз-таки наша часть. Уже паладина. Ну, так, паладин. Что они, кстати, могут быть хорошими. Нет. Нет. Хрень. Я так понимаю, мы не сможем в город попасть пока что, да? Да, не сможем здесь все завалено. Ну, это баррикады, вот, Жнецов. Просто паладины и... Нет, мы крестоносцы. А паладину и во второе Диабло тоже были закурмитыми. Надо защитить церковь. Мы должны отбросить Жнецов. Это будет хорошая битва. О, еще и синие могут. То, что надо. Все. Вот такой чувак с топорами. Чем-то он на друид похож. У него просто шлем. Волк. Тираэль, почему армии Малтаэля атакуют Вестмарш? Он питается смертью. Каждый раз, когда его Жнец кого-то убивает, Малтаэль становится сильнее. И когда ты уничтожила единое зло, Малтаэль решил, что теперь самое время завершить вечное противостояние. Но люди не имеют отношения к этой войне. Люди произошли от союза демонов и ангелов. Глядя на нас, Малтаэль видит лишь демоническую часть. Церковь! Там внутри выжившие! Со мной! Ну, по-моему, выживших уже нет. Люди произошли от ангела... Ммм... Сейчас, если я вспомню. Инариус, как-то так, по-моему. И от демоницы Лилит. Вот. Они это делали в тайне от демонов и ангелов. Сами. Они сбежали, как бы. Там, начали жить вместе. И развлекаясь, создали народ. Очень сильный. Дева смерти! Остановите ее! Кассатрию. Не хваля! Я заберу твою душу! Ну, хватит телепортироваться, когда я атакую. Обычный лучник попытался бы сбежать, когда я ринулся на него с оружием. Призванный. Но этот не двигался с места, не сводя взгляда своих пустых глазниц с наконечника стрелы. Даже когда я взмахнул мечом, собираясь отрубить ему голову, он выпустил еще одну стрелу. Как можно сражаться с противником, которому неведомо ни страх, ни чувство самосохранения? Мне не хватает гнева. Но я сомневаюсь, что нежицы... Силы оставляют меня. Знакомы. Знакомы. Знакомы чувства страха и самосохранения. Что там сохранять-то? Душа. Душа есть маршрут. Нужно сделать все возможное, чтобы задержать неполенно. Сбор душ должен идти непрерывно. В этом залог победы Малтаэля. Нужно прекратить это безумие. Где Малтаэль? Я знаю только, что он не в Вестмарше. Он мог унести черный камень души куда угодно. Но зачем ему камень? Это можно как-нибудь узнать? Есть небольшой шанс. Когда Малтаэль захватил камень, оттого откололся небольшой осколок. Возможно, изучив его, я смогу узнать что-нибудь полезное. Тогда займись им, а я очищу город от жнецов. Нам дали бесполезный шлем, да? Да, бесполезный. Здесь есть ничего нет. Кстати, в этом дневнике Душа Вестмарша говорил один из таких, наверное, что-то типа правой руки Малтаэля. Нам еще предстоит с ним стресситься. Генерал Торион, что деви смерти понадобилось в соборе? Она пыталась создать... Ну да, это какой-то код или вращает живых людей в слуг Малтаэля. Наверное, код. Каждый час обращает внежить сотни человек. И мои солдаты докладывают, что в городе таких сфер еще две. Горнила Душ. Два таких горнила обеспечивают Малтаэля нескончаемым потоком новых бойцов. Я уничтожу эти горнила. Смерть. Не фаля. Не фаля. Он будет что-нибудь еще говорить? Интересно. Новое что-нибудь. Не, я так понимаю, это только три фразы. Но у тебя есть что-нибудь интересное? Горнила Душ превращают мертвых в жнецов? К сожалению, да. Однако Дева Смерти похожа на ангелов. Их история так же трагична, как и самого Малтаэля. Когда-то они были авангардом послушных ему ангелов мудрость. И вслед за ним перешли на темную сторону. Малтаэль, брат мой. Он воплощал мудрость, был главой совета, первым среди ангелов. И вот чем он стал теперь. Как это случилось? После разрушения Камня Мироздания, Малтаэль погрузился в скорбь и стал часто покидать небеса. Затем он исчез со всех. У него появилась связь с людскими душами, а точнее одержимость ими. Чтобы не было причиной его безумия, его нужно остановить. Смерть человека должна нести его душе свободу, а не страдания. Вообще, я подумал о том, что если Тироэль стал мудростью, то кто сейчас... Ммм... Доблесть? По-моему, там был... Нет, не доблесть. Справедливость. Надо узнать, что задумал Малтаэль. Хотя осколок отделен от самого камня, между ними сохраняется незримая связь. Все изменения в камне отражаются и на осколке. Наблюдая за осколком, я пойму, что Малтаэль делает с черным камнем души. И если повезет, узнаю, что он замышляет. Этот осколок похож на целый камень. Потому что, по-моему, когда его... В него закидывали души демонов, он такого размера и был. Смерть... Ну, дальше... За тобой... На, нет, это новая фраза. Я думаю, что он скажет что-нибудь новое. Ну, то есть, старое. Ладно, все. Поговорим еще с Атаром. Лотар, кстати, был в Варкрафте. Там... В старых играх. Ну, Блори, есть такое имя. Но мне казалось, что их давно не существует. Тироэль восстановил наш орден, чтобы забрать камень души с небес и защитить человечество. В конце концов, ты не можешь быть везде одновременно, какой бы могущественной ни была. Да, установил орден, хаман. Опять... Ну, тут опять чел стал последним. Да утихнет твоя боль. Дверь в Бакарата. И звук из второй части. Не поддавайся скверне. Класс. Ностальгия такая. Мы с Робертом остались, чтобы сражаться. И когда они приняли срывать его на части, я запаниковала и убежала проще. И сделала, что могла. Ну, почему бы не поговорить с написанием? Раслись озвучкой хорошего. Хотя мою жену уже все равно не вернуть. Эй, кто хрен знает кто? Моя библиотека находится недалеко отсюда. Я как раз забирала ее в конце дня, когда с улицы донеслись звуки боли. Тут еще сумка. Я забаррикадировала дверь и выскользнула через слуховое окно. Но, конечно, для официальных записей придется придумать что-то более захватывающее. Ну, я, кстати, эту книжку никак, ну, как бы отсюда записывал, ничего не доставал. Этот марш был основан в ходе военного похода под началом легендарного генерала Ракиса, желавшего распространить влияние своей религии за пределами восточных земель. Одержимый закорумскими суевериями, он неустанно вел своих паладинов на запад, вглубь владений варваров, покоряя все языческие племена на своем пути. В конце концов, он стал их первым королем. Нет, не слышал. Большинство ученых сходятся во мнении, что она находится под городом. Но я считаю, что она где-то рядом с ним. Ракис, в конце концов, был человеком разумным. Может быть, в каких-то событиях, в таких мини-заданиях, я могу попасть в эту гробницу. Но я туда еще не попадал. Сумка валяется сейчас. Но оказалось, что бежать больше некуда. Я хочу договориться всем. Хедрик. Вермилион, как раз. Я знаю, кто во всем виноват. Кпятники. Это они призвали чудовищ, чтобы отвоевать мастмарш только для себя. Ясно все с тобой. Я по-прежнему что-то слышу. Видимо, наконец-то ты начал сходить с угла. Может, стоило, кстати, поговорить с ними со всеми прошлых хедрик. Убедись, что Шен не узнает, где хранятся наши запасы продовольствия. А то мы уже три раза их перепрятаны. Машин, кстати, это вот этот чувачок. Знаешь ли ты, что когда-то на небе было две луны? Вторая называлась Лирия. Думаю, настало время рассказать тебе всю историю Зея и его господина Бога Желаний Злота. Ты хочешь сказать твою версию истории? В общем, камень Злота появился вновь. Время тайн закончилось. И теперь ты наконец-то скажешь мне, бог ты или нет. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Что-нибудь приготовить... Хотя нет, если всё идёт, ты нам пригодишься живой и здоровый. Хе-хе-хе-хе-хе-хе... Ну а хорошая шутка prendre. Эмиль, это Эмиль... Не верить не могу, что мы до сих пор живы. Спасибо тебе. А это та, которая нам придётся умереть среди этого сморода. которые мы спасли а гадалка просто взяла и исчезла то есть все тут есть но так как она покойства, ее здесь нет это конечно все здорово но мы можем без нее все сделать да что тебя гнетет нам надо поговорить я выяснил что новичков моего ордена пытают чтобы извратить их сознание мне нужно выяснить насколько высоко проникло зло если в нем погляз весь мой орден то что теперь значит быть храмовником кто я теперь ты был и остаешься достойным человеком который сражается за то что считает правильным но ведь оказалось что я верил в ложь виновные ответят за свои прегрешения клянусь ну что ж весь мир под угрозой и повсюду гибнут люди самое время нам отправиться на поиски новых приключений а тут тут два дерево тебе удалось два диалога да ну немного когда ты мы с сестрами были обычными прислужницами в доме великого мага Визжереев и он обучил вас магии нет я начала читать его книги только из любопытства и стала учить колдовать своих сестер хотя на самом деле это было не колдовство а так ерунда сначала это казалось увлекательным а потом я узнала что этот маг начал призывать демонов приятно снова видеть тебя хотя похоже что мы встречаемся только при самых ужасных обстоятельствах впрочем в лучшие времена мы могли бы и вовсе не встретиться все еще звездочка мне показалось что я слышала голос одной из сестер но слов было не разобрать я тоже непрестанно ощущаю груз памяти о каждом крестоносце носившем мое имя так что я прекрасно понимаю каково тебе мои сестры мертвы я единственное напоминание о давно ушедших временах ты не знаешь как погибли твои сестры вот они и остаются с тобой все последний NPC лорд Гарольд Сноу лорд Гарольд Сноу хотя бы драгоценности взять успела лорд Гарольд но эти чудовища нас едва не убили лучше быть мертвым чем нищим да глупо ну все теперь мы со всеми поговорили я думаю на этом я закончу видео так все это все разобрал и камешки сложить может получится вставить камень в оружие тогда все будет очень неплохо портал еще не в тебе не активирован потому что мы еще не нашли другие кстати мы за это время набрали только три сегмента опыт чуть больше половине в общем я здесь вам понравился видео ставьте свои лайки и делитесь этим видео если не понравилось можете ставить дизлайки надеюсь что вам понравилось мимо если вы ставите лайки делись видео меня мотивирует делать лучше видео и больше и чаще в общем я надеюсь что вам понравилось спасибо за просмотр, с вами был Фауст всем удачи, всем пока